Привет, зритель! Сейчас тебя ждёт обзор еды и похода в аптеку. Сначала я, наверное, обозрю аптеку. Вообще, мне надо было пару эфирных масел, вообще одно мне, и ещё пару, грубо говоря, три эфирных масла. Вот сейчас узнаю, мне их все три пробили или нет, потому что я как-то не видела, как оно упаковывалось. В общем, местную аптеку, которую, наконец-то, снова открыли. Ну, уже месяца два или три, ну, как-то, короче, её всё-таки открыли. Я когда приехала сюда, тут была аптека, через две недели закрылась. Потом долго-долго не было, потом снова открылась. Сначала работала Куца, потом не очень Куца, а сейчас, по-моему, воскресенье только у неё вроде выходной. Такая интересная аптека, там такая бумажка на ней наклеена на двери, я вот что-то не разглядела. Открывая, такая музыка пошла, как сигнализация, я так прифигела чуть-чуть обратно уже, когда выходила, прочитала, написано было, что дорогие покупатели, как-то так, что или уважаемые покупатели. Ну, что-то в этом духе, что на самом деле это не сигнализация, это чтобы продавец слышал, что вы тут припёрлись. В общем, эфирное масло мне надо было, я тут думала одному человеку, в общем, как бы начала Лёля подготавливать подарки на Новый год, где-то дня два-три назад начала. И одному человеку долго думала, что такое, чтобы не банально, и пришла к выводу, что надо вот кое-что, и в довесок там составляющая будет одно из эфирных масел. Мне повезло, что в нашей аппеке были и те масла, которые мне надо, и другие. Так, у меня тут чек, у меня тут кошелёк. Мне даже вот такой пакетик всё это упаковали. А ещё у Лёли четвёртый день уже растут зубки. Здесь и здесь, вот одновременно. Причём вот, знаете, ощущения, у меня тётя вчера спросила, а больно, да? Ну вот как кость через кость прорастает. Я подозреваю, что там реально кость через кость прорастает, потому что ещё в тех местах, вот где десно практически одно, когда молочные зубы ещё выпали тогда, когда у людей они выпадали, но когда у людей они росли дальше, уже не молочные, у меня-то нифига. Маман, помню, тогда по врачам меня таскал, и говорили, на 3-4 года по зданию, на 4-8, а потом вот это, вот молочные, блин их. И, в общем, меня колбасит. Вот два дня я такая, выходные была, какая-то вялая, сонная, мозгами практически ничего не могла, вот только ролики записывать. Даже до монтажа ещё до некоторых не дошла, благо некоторые тупо файликом одним записывались. Нажал на камеру, да, вот, наверное, видно, как я тут руку тяну, и как я её потом ещё раз тяну, чтобы выключить. Практически как раньше нажимала вот на кнопочку сверху, когда она стояла перед этим самым. Разница, что тогда был фотик, а тут видеокамера. И как-то качество лучше. Ну, пока вроде никто не жаловался, что я тут совсем обленилась, а не делаю заставки. Честно, не обленилась, а просто как-то вдохновения нет, вот, чтобы сесть и в монтаже, если сшиваю файлы с файлами, поставить в начале заставку и в конце заставка. Ну, вообще как-то не идёт. Видимо, не пришло вдохновения на заставки и концовки. Снова как было. Ну, и, в общем, я такая вялая была, надо бы как-то мозгами работать, а у меня мозги совершенно никакие. Я сегодня вот даже в магните карту оставила, там, где вот пропечатываешься. И стою что-то на чек, встаю вот так, смотрю на чек, никак не врублюсь, что на него вообще смотрю. И там кто-то, ой, типа, кто карту оставила. И вот спасибо продавцам с магнитов. Сообщили мне, что я оставила карту. Подошла, так глянула, думаю, на ней написана я. Я ещё причём не помню, ложила её в кошелёк, доставала из этой фиговины, этого аппарата платёжного. Казалось, вот карту оставила. Поняла, что у меня, видимо, на фоне этих зубов всё-таки как-то хочется спать, хочется спать. И надо было, наверное, не только сегодня дрыхнуть, но ещё и предыдущие три дня. Я сегодня проснулась. А вообще с кровати почти... Нет, нет, четыре дня сползаю. Уже вот, когда понимаю, что совсем есть хочу, уже не то, чтобы есть хочу, жрать хочу. Всползаю, думаю, вааа, делаю зарядку, то есть всё, есть готовлю. Вот сегодня ещё посуду мыла, горку такую, потом уже поела. И понимаю, что я вообще никакая. Думаю, надо, ну вот хоть... Вроде как магазин надо, думаю, нахуй, ещё дождик за окном такой, дождь и снег, ну, хоть чуть-чуть полежать. Отрубилась на три часа где-то. Меня там по телефону вроде разбудили, я ещё немножко полежала, и потом уже поняла, что вроде как надо бы это... Вроде как всё подутихло, ну, оно не сильно так болит, ну, не так вот, что надо съесть таблетку, чтобы оно не болело. Ну, как-то вот бывает такая мигрень, которая незаметная, а бывает сильная мигрень. Вот примерно такое сравнение. Ну, в общем, в итоге я поняла, что мне надо купить кальций, потому что вчера или позавчера, когда я там позавчера, наверное, была в магазине, не, наверное, всё до вчера. Вчера я мясо покупала, я его не обозревала. В общем, у меня кусочек ногтя обломился. У меня давно ногти не слоились и не обломлялись, а я поняла, что надо, наверное, жрать в довесок кальций. И, в общем, вот сейчас буду доставать. У меня тут за две покупки вышло, потому что я потом уже увидела то, что купила ещё. За одну узнаю, что у меня по сумме-то вышло. Хотя на этот... Сбербанск бы не оповещают сообщеньками, что типа столько-то бабла с карты снялось. Первая покупка на 315 рублей 20 копеек. Масло лаванды 47,53. Масло апельсина. Да, вот две штуки мне пробили. Вместе они 114,41. Так, что тут у нас? Масло... Вот это я вообще не помнила, что я покупала. В магнит ещё заходила, я помнила, а сейчас уже нет. Эфирное масло корицы и эфирное масло розы. по... Ну, такие вот малюсенькие ампулки по 1,2 миллилитров. Они у нас по 76,63. Ну, в общем, вот у нас аптека Фитопарм 3. Тут так как-то... Ну, не знаю, надо вам это, не надо видеть. В общем, вот. У меня просто апельсиновое масло как бы уже наполовину закончилось. И да, оно хорошо справляется, если им намазать руку, накапать на руку, слегка протереть даже просто вот эти косяки дверные, мы не дерём их. Да я потом уже, у меня спрей какой-то был, типа освежителя воздуха самопального, туда немножко накапала, сболтываю и просто прыскую рядом. Потому что иногда мы лезем в помойку, мы вот... Бедный кот не кормят совершенно. И надо в помойку лезть, потому что там куриные косточки вкусно пахнут. У меня два пакета разодрал, в итоге я тупо прыскую на пакеты. Вот иногда вечером собираются мне в одном углу в коридоре специальный такой угол под мусор. Пакеты мусорные, мусор вот этот перерабатываемый в одном пакете, мусор не перер... Ну, типа этот, гниющий или как там его в другом пакете. И вот я на них вот так прямо прыскаю этим апельсиновым уже освежителем самопальным воздухом. Вот, кстати, апельсиновый химический освежитель вообще на него никак-никак. Я ещё боялась, как-то прыскала, думаю, в туалете. Так он же там туда... Ванна-туалет, он же туда ходит по нужде. Думаю, вдруг ходить не будет, а ему пофиг. А вот натуральное эфирное масло очень даже его отбивает всё желание драть пакеты мусорные. Так, а другой у нас на 258 рублей 90 копеек вышел. А то у нас сироп типа там черника и хиноцея шиповник. Я спросила, вот, что-то такое у него типа витаминное. Я решила, что, наверное, витамины тоже нужны, помимо этого кальция. И кальциды. Я как-то такой покупала. В таблетках 138-62. А уж что ли этого не покупала? Ух ты, сегодня 11 декабря. Вот. Ну и, в общем, вот у меня тут холянный пакетик. Вот у нас кальцид на основе яичной скорлупы. 100 таблеток по 0,4 грамма. У меня, может быть, где-то в таблетках кальций был. Надо бы посмотреть, но мне кажется, что его давно уже нет. В общем, вот. Буду с сегодняшнего дня лопать. Хотела сказать завтрашнего. Думаю, а что это уже с сегодняшнего ногти ломаются? Это вот от второй части покупки. Это у нас природный продукт без ароматизаторов и красителей. Надо было хоть состав почитать перед этим. Сахар, настой, ягод, черники, экстракт, шиповника, экстракт, эхинацей, аскорбиновая кислота, консервация сарбаткалия. Это продают в аптеке. Да, надо было состав почитать. Я как-то поверила в то, что это дофига натуральное. Но я как-то делала года два назад. Один, по-моему, даже при бабушке еще или после нее как-то так. У меня дофига шиповника было. Я делала сама сахар и шиповник варила. Сироп у меня был. Первый раз нормально, второй раз засахарился. В этот раз шиповник у меня совсем напряг был, поэтому, ну ладно, не помру. и от этого сарбаткалия хрен с ним. Ну, зачем тут сарбаткалия, в смысле, зачем тут консервант, когда эти ягоды сами натуральными консервантами обладают. В общем, вот. Теперь даже в аптеке химию суют. Вы можете вякать в каменты, что химия во всей жизни, я имею в виду, вот то, что есть натуральное, а есть именно химия. Химическим путем выведенное. Посмотрю, как он. Вообще, он ведет себя не совсем как сироп. Больше похож на какой-то компотик. Надеюсь, что нормально. По крайней мере, ладно, один раз попробую. Потом буду знать, что это такое. Так, вот, в общем, алиос с апельсин сладкий, 100% натуральное эфирное масло. Вдыхайте здоровье, выдыхайте счастье. Вот я опять зеваю. Вот такой. Вот еще такой же последний, видимо, с ценой, потому что тут он, 59 рублей, 00. Но я это, который с ценой себе оставлю, а который без цены куда надо отправлю. И вот моя любимая тема, натуральное масло, которое в основном только в аптеке, да, вот я их только в аптеке видела. На озоне я их ни разу не видела. лаванда, натуральное масло. У меня уже такая лаванда была. И вот я пока не определилась, я ее себе оставляю или тоже подарок засуну. Так, ну и эти два. С одной стороны, я думала, что буду делать какие-нибудь себе эти мыла, хотя у меня мыл как бы благодаря Лёльке из Тюмени дофига. Спасибо тебе, Лёлька. Если в руку видишь этот ролик, может, не все ролики мои смотришь. Короче говоря, а потом думала может это самопальный шампунь себе сваять или так чего. В общем, эфирное масло розы. В мае этого самого года сделанное. Тут можно так А, это не совсем эфирное масло розы. Надо, в общем, видимо, читать инструкцию всего теперь в аптеке. Это я еще так охренела, ну в принципе по цене такое, ну нормально за обычного эфирного масло розы. На самом деле тут у нас состав 20% раствора эфирного масла розы в масле зажаба. Я еще думаю, что оно такое, вот масло зажаба мне напоминает. Ну, значит, печаль. Буду заказывать только на зоне. Вот такие подобные. Там уже сразу написано, что это такое. Тут ароматизация воздуха, массаж, ванна, компресс, обогащение косметических средств. Ну, короче, в общем, буду тогда в ванну добавлять хрен с ним. В общем, вот такое масло. 79 рублей. И другое 79. Так, на чеке что-то мне мелкую скидку какую-то сделали, я чуть не догнала. это не то. Где у меня этот чек-то? Да, мне какую-то мелкую скидку, 2 рубля 37 капель сделали. В чем прикол, не знаю. эфирный, эфирный, 100% 100% натуральное эфирное масло. И вот они еще смеют писать 100% натуральное эфирное масло, когда там оно разгледенное это масло в другом масле. Так, а тут у нас реально 100% натуральное эфирное масло, эфирное масло корицы. Ну, хоть в чем-то мне повезло. Я просто помню, как-то делала духи самопальные. По совету кого-то из подписчиков купила наборчик для духов самопальных. Так, на клаву пианиную селся. Но, вроде, сейчас слегка полегче, чем до этого был. Сгонять пока не будем. Короче, просто на клаву пианиную не лет тяжело ложить. Я что-то вспомнила о случае жизни. Я сама не была свидетелем, но моя подружка после 9 класса пошла в 10-11 лицепеда. И у них был какой-то мальчик, который, ну, прилично так весил. Он сел своим нижним полушарием мозга на клавиатуру, вот на крышечку пианино. После этого пианино вообще как-то совсем нежилое было. В общем, делала как-то духи его составляющего. И эфирного масла корица там вообще не было, но что-то вот так все совместило и оно до сих пор пахнет корицей. Тут у нас массаж, ванна, компресс, обогащение косметических средств, ароматизация воздуха. Ну, в общем, найду применение. Вот. И вот. Печально, конечно. Хотя, с другой стороны, у меня есть атероза, и можно там сделать гидролат розы. У меня дофига сейрозов пакетика остался. Сделали мелкую скидку на каждый продукт и дали пакетик халявный. Какие они лапочки. Так. И тут у нас еда-неда. Я хотела себе купить тесто разомороженное, это слоёное, бездрожжевое. Оно слегка другое, чем я до этого покупала. Разов 20 подороже, но состав тот же химический. Ну, в смысле, там как бы какое-то масло пальмы, не знаю вообще, ну, может не пальмы, может кого-то другого, но это масло не подписано. Хоть написано без ГМО, без Е, без какой-то требухи и тому подобное. Я согласна на какое-нибудь одно Е. Хотя нет, там было написано без Е, но при этом была какая-то фигня отслеживания. В общем, я согласна была на какое-нибудь Е. Я бы даже простила им этот корриган, лишь бы там не было этой маслопальмы или ещё непонятно кого. Так. завтра-то я вообще планирую съездить. Я сегодня планировала, но дождик пошёл. Ну, в смысле, шёл дождик с этим самым, со снегом, плюс у меня состояние такое было, у меня тупо были ощущения, что ватные ноги, и ватные ноги меня отказывались нести куда угодно, кроме кровати. Я хотела в светофор съездить, я видела как-то обзор, я уже про него этот обзор как-то говорила в каком-то ролике, и тогда что-то не обратило внимания, может было, может действительно у чёрта на куличиках октябрьский какой-то обзор этого светофора на ютубе, мне случайно ютуб выдал, ютуб на ютубе, и там было написано, ну, в общем, ну, не написано видео, в видео женщины, три сестры какие-то говорили, что такая большущая бутылька очень дофига бюджетно стоит какой-то фигни для мытья посуды типа про запас, я думала её купить, с одной стороны фигня для мытья посуды про запас, это можно тупо потереть мыло на тёрке, долить его горячей водой сутки, оно постоит и будет такой хорошей консистенции нужной. С другой стороны, чисто вот глянуть, есть оно там или нет, но у меня закончилось, то, которое я делала, оно на самом деле очень неудобно им пользоваться, и оно совершенно неэкономично, мне вот этого полтора флакона чуть больше, чем пол-литра мне хватило тупо на два дня, я хотела попробовать пятнышко жёлтенькое на ванне тереть специально оставила, потру, и в итоге мне не хватило им потереть, но при том, в принципе, оно отмыло, некоторые загрязнения на посуде, оно очень хорошо отмывает, в отличие от той же этой капли сорти, или как там оно, в общем, от сорти, но надо приложить приличных усилий, в итоге вот в магните была по скидке по 45-45 рублей вот эта фэри, я сто лет уже фэри не покупала, я не знаю, лет 10, наверное, этот фэри не покупала, думаю, купить что ли, посмотрю, как он относительно этой той же вот просто эта капля, она очень неэкономичная, мне меньше, чем на месяц ее хватило, которая раньше была, еще помню, капля сорти, видать, они разделились, а развелись стопудово, и теперь есть сорти, есть просто капли, есть сорти, вот сорти у меня было в пустых баночках, мне на два месяца с лишним хватило, вот не знаю, насколько этой хватит, решила в итоге купить, фэри, нежные руки, ромашка, витамин Е, я в принципе в основном мою в перчатках, я даже хочу сделать обзор двух видов перчаток, которые я покупала в Ашане, одни марки каждый день, другие, другой какой-то марки, одни с напылением, другие без напыления, просто я тут еще неделю назад поняла, что вот они прям хотят, чтобы я их обозрела отдельно, может конечно кто-то офигеет, типа на хрена перчатки обозревать, но я тут на тот момент вспомнила, как я обозревала с лицом во весь экран ничего не выражающим туалетную бумагу, а что бы нет, а потом может кто-то не знает и было знать, что вот такие перчатки не охренеть, какие охрененные, что тут у нас, у меня тут яблоко Голден, вообще думаю сделать, у меня там еще яблоки, протереть их на терке, но пропустить через терку, смешать с бананами и сделать все пюрешки, потому что вот я вчера ночи, с середины дня поняла, что я могу жевать только на одну часть зубов, вот на эту, пенек во флудилке на моей жалобе сказала, что это вредно, когда ты можешь жевать только на одну часть зубов, другой человек из флудилки Оксана спросил, типа почему, но пенек не ответила или ответила, но я не увидела ответ, короче говоря, у меня такое периодически, я сегодня поняла, когда помирала в очередной раз, лежу с утра, еще не было сил встать, жрать еще не настолько сильно хотелось, хотелось просто немножко кушать, и я поняла, что чисто по ощущениям последние лет 20 у меня видимо так идет, они живы, сволчи, так медленно растут, эти долбаные зубы, которые не молочные, я согласна потерпеть какую-нибудь дикую боль, как медленно, вот эту, одни сутки, но чтобы на следующие сутки проснуться, у меня бы хотя бы наполовину зуб вырос, а не на полмиллиметра, что очень геморно, смотрите какая жопа, яблочная жопа, ее даже камера моя выделяет таким квадратиком, почему-то яблоко, я там где-то ведь чек есть, магнитный, магнит у меня вышел на 351 рубль, 69 копеек, я транжира, где-то у нас яблоко gold, 14 рублей 89 копеек, вышло у нас это яблоко, не удержалась, купила милку по скидке, правда, вот сейчас поняла, что как я ее жевать-то буду, на одну половину рта, цельный фундук, милка молочная, у меня есть черный, бабаевский, с миндалем, а вот теперь есть милка молочная, с фундуком, 90 грамм, ой, блядь, я стараюсь, милка, 49,90, у меня тут есть хурма, одна дофига зрелая, другая просто зрелая, причем они какие-то, но по-моему вообще разные, я недавно для себя открыла такое свойство хурмы, что засунул ее на среднюю полку холодильника, дверцы холодильника, подержал там несколько дней, или типа неделю, и она созревает, становится мягкой, зрелой, офигеть, вчера поделилась секретом с тетей, оказалось, что я слава богу, она сказала, что если засунуть ту же хурму в морозилку, то будет еще круче, вот хочу потом кормить, 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 купить кормы, и вообще думаю, на Новый год, вчера поделилась своей мыслью с тетей, она сказала, что надо типа и того, и другого, ну типа все обычно на Новый год покупают мандаринов, а мне вот как-то, ну я не фанат такой мандаринов, мне вот нравятся эти мандарины, такие с мягкой шкуркой, большие такие, у которых внутри, когда шкурка очищаешь, некая пространство, а потом сам мандарин, они обычно по большей части сладкие, без костей, в общем, надо будет найти такие мандарины, пока не видела, не помню, я их пятерки, по-моему, покупала два таких мягких мандарина, короче, надо будет несколько купить таких мягких мандаринов на Новый год, и хурмы, ибо у меня будет фруктовый Новый год, я даже уже второй день думаю обзор на вкладки сообщества создать насчёт Нового года, сегодня зашла в аптеку, там всё такое сияет, ёлочки на окнах насобачены, в магните уже всё такое практически новогоднее, мишура там всякая, как-то тут гуляла, короче, по району, у кого-то вообще в начале декабря эта ёлочка, не ёлочка, ну в окне видно гирлянду, мигала, так, чё я смотрю-то вообще, хурму смотрю, хурма, хурма подорожала, Новый урожай 90 рублей 20 копеек, за килограмм вышла на 32 рубля 83 копейки, в последний раз её по 84 или 88 покупала, что в этом году, в общем, вот хурма, и да, кстати, разница цены, действительно, я вот вчера заходила в Солнечном, в магнит, там 88 та же хурма, а тут 90, ну типа из-за проходимости, или как-то так, или непроходимости, не знаю, почему-то вспомнился, власть непроходимость кишечника, купился виноград, крупный такой, красный, чуть давно виноград не покупала, где у нас тут этот виноград, он нас вышел на 96 рублей 74 копейки, это 696 грамм, а так он стоит 139 рублей ровно, вот, виноград, у меня там еще два ролика на монтаж, еще этот был, что-то внезапно купила себе, она была последняя, там типа акваминерали с соком черешня газированная, там и черешня, и яблоко, и кто-то еще, и лимон, думаю, ну это, концентрированная все еще, краситель натуральный, черная морковь, на кой хрен морковью так красить, если все вместе все равно такой же цвет даст, тем более концентрированная, а да, аквата минерали, она была еще при этом по скидке, 29 рублей 90 копеек, вообще без понятия, сколько она стоит на самом деле, я что-то подумала, что иногда можно и потравиться, хотела какой-нибудь минералки, потом подумала, о чем не минералка, а потом увидела это, и она сказала, Лёля, я одно одинокое, купи меня персик яблока с тысячами миллилитров, литр, короче, для питания детей с трех лет, с нормальным составом, это это, магнитовская какая-то ленточка, ну в смысле, может это и не ленточка на самом деле, но, как ее там, марка магнитовская, что-то он был по скидке, не по скидке, я не помню, 35,90, может и не по скидке, там что-то другое вроде было по скидке, так, яблоки, вообще, я очень хочу купить яблоки в пакете, ну типа уже взвешенные, когда они были, мне не надо было, но я вообще не хотела от яблока, тут цена есть, а яблока в пакете нету, я купила на развес яблок, новый урожай, 57,90, это килограмм, на 412 грамм, оно вывесило, и 23 рубля 85 копеек, вот я хочу их сейчас помыть, порезать, и в эту, в терку зафигачить, и пара бананов, и пакет взяла, потому что что-то я подумала, что мне в тот пакет не влезет, где у нас тут бананы, 58 рублей 80 копеек за килограмм, 304 грамма, 17 рублей 88 копеек, в общем, вот такие пироги мне еще дали очередную фишечку, я эти фишечки куда-то складирую, они у меня то теряются, то находятся, дают, ну и ладно, ну вряд ли я столько насобираю этих фишечек, чтобы купить какую-то там фиговину, к тому же свинки там такие страшные, я думала, что это какая-то свинка, в которую иголки втыкают, но только какие-нибудь огромные иголки, а эти формы для запекания, они в мою лепестрическую духовку 23 на 23 не влезут, в общем, всем спасибо, кто осилил до конца, кто не осилил, это не услышит, всем пока! Рука тянется!